Приятно видеть тоже Лену Беречихину. Господи, есть же свои люди. Никогда не оставят без внимания, никогда не придатут. Привет, Лена. Так, Коричников, добрый день. Хабаева, здравствуйте. Арсен Паратакович. Наконец-то понял, как напрямую сядь в винаре. Я рад вас это. Я видел вас, ваши реплики, видел ваши комментарии. Спасибо, Арсен. Чувствовать, что у меня прикрыта спина. Знаете, как это важно. Сильно нас мало. Снегирёв тоже из этой же самой обоймы моих защитников. Всем доброго дня и суток. Александр Снегирёв, брат Железов. Здравствуйте. Так, Снегирёв, мира и добра. Так. Виноградов, драйвер. Виноградов подсунулся. Спасибо. А вот я считаю, что вот эта вот тема про лунные календари. Она украсила на наш вебинар. Потому что я в школе учился, я автономию. Железов. Я так любил, что я прочитывал книгу до первого занятия, до первого сентября. Каждый год. Вот. Я до сих пор понять не могу. Это астрологи рисуют такие таблицы. Я говорю, или я схожу с ума, или всё это выдумки. Полная луна на небе. Часть закрыта тенью. Она от этого полной не остается, не меняется. А в то же время есть какие-то чудеса. Я сейчас продолжу эту тему. Спасибо, что подсунули мне такую тему про лунные календари. У меня был случай, когда из 50 прививок, вот сейчас не помню что, 48 были мертвые. Это уже Резова. Это был шок. И второй шок. Там я помню. Я прививал с левой венгерки на жёлтое подвое. На жёлтую усырику. И тоже где-то целый ряд был. Ну, может быть, 30. И кроме двух все были мертвы. Вот единичный случай. Но они были. Объяснить не могу. Я смотрю на небо. Я никогда не был. Да мне не было времени совершенно. Не было. Чтобы посмотреть всё. Найти не лунный, а просто календарь. Дело на какой фазе. Какой сутки. День суток. Какое время суток. Дело на. Может, за горизонтом было. То есть, нужно было моё. Если бы рядом был бы настоящий астролог, настоящий, который разбирается в этих таблицах. Разбирается в звёздном небе. Вот. И мой опыт, моя практика. Тут 100%. Тут 50. А тут 2 из 50. Вот этот ужас. И всё это инокин, настоящую. И совпадает ли с этим? Что вот 2 марта надо, можно порезать. А 5-го. А также, ведь они же астрологи. Они же всё и про прививки говорили. Что в этот день только можно, а в этот день нельзя. И в этот ни за, ни за, ни за, ни за. Вот. Я и пристал астрологов терпеть, ненавидеть. То есть, вообще, пренебрежительно к ним оттащить. Знаете, когда? Сказать? А когда они учат, что именно в этот день нужно поливать. А у нас 3 дня идёт дождь. А зачем они написали точную дату? А представительное хозяйство, которое я вот отношусь с нами, знаете, с таким приблизительным и таким отношением к ним. Вот. Печатали лунный календарь с точностью до минуты. Вот прививать можно в 3 часа ночи. 3 часа 48 минут начинается в 3 часа. То есть, самое время сна начинается время прививок. То есть, я должен проснуться специально, прививать, потому что уже в 10 часов утра, когда я проснусь и приду в сад, прививка должна быть прекращена. А он-то откуда? Он же никогда этот астролог не привал. Он знает одно. Что где-то там жена будет в такой вот фазе. Четверть луны, пол луны, 3 четверти луны. А какое отношение имеет именно к прививкам именно вот эти сроки, я сейчас понять не могу. Но ведь были же провалы. Значит, какие-то дни всё-таки нельзя прививать. Какие? Почему? А по-настоящему надо быть не просто любозателем, как я, допустим, релизом. Вот. А надо именно... А надо быть достаточно подготовленным, достаточно состоятельным, чтобы потратить на это время, деньги, чтобы, в конце концов, нанять этого астролога. Заниматься даже за это наукой, да, Елена Александровна? Как вы думаете? Ведь миллионы людей пользуются календарями, кроме деревьев. Представляете, в январе, в феврале, в ноябре, в декабре, в феврале, в январе будут резать деревья, потому что вот 2-го, 5-го можно. Как можно? Ты предатель, ты создатель календаря. Ты что, не знаешь, что зимой нельзя рамный делать? Вот. Ну, а виноват, в этих разговорах, знаете, кто? Кто-кто? Сейчас скажу, кто. Виноградов не надо было присылать мне этот самый календарь. Так, как-то всё странно, пишет Снегирёв. А что странно, то есть, происходит замещение текста. Ой, автоматически это плохо. Значит, что-то не то. Жалко. Блинного здравия всем, бурной весны. Ровного просыпания, питомцам бесплатно. Да, именно ровного. Вот смотрите, Галина. У меня было 2 дня по 20 градусов. Солнце прям буквально слышал, как печёт. А через стекло от машины, там уж дышать было нечего в машине. Жарись. В одной рубашке ездил. Минус 10, минус 15. Вот, смотрю, почки просулись на... Хорошо только на этих, на черномахах. Возможно, урожай уже не будет. Возможно. Стоит только проснуться почкам, и не теряет морозостойкость. Бессмертного Валентина. Добрый вечер, всем здоровья. Снегирёв снова. Почему-то в гугловом браузере не показывает видео. Замещает текст. Привет. Режу идите на другие браузеры. Яндекс работает нормально. Слова-то какие, знаете. Я даже слов-то таких не знаю. Татьяна Федосеева. Здравие. Кира Иванова. Здравие. И сил всем созидающим человекам. Да. Вообще человеке. Ну, Бухтияровск, Казахстан. Всегда на месте. Так. Как я понял, это дядя сухарины. Говорил о том, что абрикосу у них это сортовой. А жердель это дикарь. Весь сорбор за этот. Я говорю, посадил кошечку в жердель и получил абрикос. А он говорит, что дикарь. Жердель говорит, что у них дикарь. Вообще, слово в жердель он не упоминал. Вот. Ну, в принципе, возвращаться к этому уже не стоит. Вот. То как понял, то так понял. Семенченко. Доброго дня, здоровья, благо. Свинин, привет. Архангельская власть. Капивин, здравствуйте. Когда начинает певать? Вот этот вопрос был особо... Вот до вчерашнего, до сегодняшнего дня мне было все понятно. Чего же непонятно это в сорок местах? Мол, земля тает на пол шеколопада. А что, и плевать, и забыла знать основу. В общем, и все. Звонит мой брат Юрий, вот он. Моложе меня на полгода. А у нас... Он всю мою технологию знает. А у нас она и не замерзала земля. Морозы были, понятно. Когда бывает, промерзает земля, потом снег. А бывает, сперва снег выпал, и земля уже никогда не замерзла. До весны. Вроде и так случилось. У него уже плюс. А плевать или не плевать? Она не замерзала. А я говорю, а как это это? Она уже не замерзла. Ну, что мне было сказать? Я сказал, ждите-ка, когда за это заплачут? Березы туда и плевайте. Ну, хоть какой-то зацепка. Так, а Алексей пишет, пора уже заканчивать. Ну, тут вопрос в корне. Знаете, скелетная прививка, их надо прививать обычно позже. Потому что по-нормальному, большая часть, нормальная средняя Россия, большая часть этих самых корней находятся в замерзшей зоне. Вот тут опасно. Не хватает сокров, раз в замерзшей корне. Не в замерзшей корне, а в замерзшей зоне. А если не замерзшей, если только... Вот буквально перед просыпанием почек на подвое, уже можно в последние дни перед просыпанием. Ну, я смотрю, вот у меня одна черомаха, она проснулась. Значит, идёт сокодвижение. Но она как идёт? Остальное у меня всё спит. Ни одной почки не проснулась. А черомаха как? Она нагрелся ствол, штамп. Вот она и проснулась. А корни ещё заморожены. А ещё учишься, что черёбуха – это самый местный житель, что ей вообще морозы по барабану. Когда захочется, да, проснётся. Вот. То есть она не пример для подорожания. Вот так. А Венграду перспора заканчивать. Ну, в сезоне пора. Вот. У свинина, наверное, не пора в Архангельской области. А там, у кого каждого своё. Наталья, доброе время суток. Тверь, добра и света. Возир. Десять тысяч. Для нагрелённых цены мало. Нужен пиар и рекламу. Бесполезно. Ну, и потом Возир. Вы знаете, вот мне всегда так давите советы. А я же, помните, говорил. Это было буквально в прошлый вебинар. Ещё три вебинара назад. Ребята, объявляю. Распространяйте эти данные. У меня книга. Ну, там уже, ладно, там мало. Вторую. А последняя книга, да, вот она. Вот это вот. Это фактически настоящая книга. Это настоящая энциклопедия. Только по ней можно в ресторан. В отличие от того, что я вам показывал сотни раз. Так. Она стоит полторы тысячи. Но вы сказали, нужен пиар. Вот пиарьте. Здесь 20% ваши. Мне нужно продать штук 500. И старшинку нужно штук 500 продать. Конечно, это тоже. Тысяча книг – это тьфу. А другое дело, что это. Хотя бы это. Хоть заработать немножко. Реклама. Делайте рекламу для себя, что вы продаете. Вы бы. Надо я вам вышлю. Данные, как там. Сфотографирована обложка. Сфотографировано содержание. Давайте я вам советую. Это легко. Я любому говорю. Давайте 20% ваш. С каждой книги. С каждой косточки. С каждого селинка. С каждого диска. И вот я два раза объявлял. Никто даже не это не прошелился. И вы, я уверен, что вы посоветы дали. А вот как это пиар сделать, сделайте вы. А вдруг вы как раз это. У меня было несколько случаев. У меня говорят. Мы вас расходим так, что у вас в 100 раз больше будет продаж. И я на это приспособился ловить их за язык. Я пишу в ответ. Уважаемый там, Иван Иванович, мне нравится это. Мы все уверены, что это ваш пиар пойдет. Ну, там, какие-то сетям распространять будет, там, миллионами этих интербаксов. Вот, пожалуйста, ваши 20%. Давайте, делайте. И тут это самое. И тут вы все совершенно вполне это не уйдут. Он хотел на меня заработать, чтобы я ему заплатил за пиар. А результат-то, как я его вижу. А он не хочет заниматься лично. Ему шанс, вот он шанс. Вот они, горяк, них, вот они, горяк. Это самое. С сотня этих скосочками трехлитровых банок. Пожалуйста. Значит, получается, это все только то, что мне советовали те, которые говорили, мы вас все соскрутим, заплатите. Там, 5, 10, 100 тысяч. Вот так вот. Это тема болезненная для меня. Думаете, приятно выбрасывать. Я вам показал дно банки, видели? Сейчас скосочек уже выбрасывают, а им цены нет. Так, Наталья Руш. Ольга, добрый вечер. Наталья. Всем здравствуйте. Пенский край на связи. У нас наступило тепло. Но ожидается опять похолодание до минусов. Ночью до минус 6. Ну, это нормально. У нас каждую ночь минус. Сегодня получилось черенки от вас. Возможно, весят прерывать крону или подождать до плюса ночи. Наши деревья еще не проснулись. Вы сами ответили. Деревья же не проснулись. Конечно, подождать. Вот. Это второй принцип. Когда ночи температуры плюс, тогда уже точно можно прерывать. в басах. Добрый вечер всем. Николай из Давиа. Данила Эн. Добрый вечер. Сегодня все это по станке в воду. Темножку. Да, как я говорю. Темножку. Завтра поеду прерывать с утра. Отрезаете, освежаете торцы. Вот столько воды. Поставили в ночь. Все. Напьется. Если не были пересушены. Так. Влади. В общем, добрый вечер. Николай. Что для абрикоса и персика рекомендуете в качестве плевоя? Слива, вишня, черешня или только абрикос и персика? Для абрикоса я рекомендую прежде всего абрикос. Сливейший я ненавижу, как подвой. Слива на крайний случай. Вот. Ну, слива, я врач, и не есть. Терн, аруча. Это тоже годится. Но только в крайнем случае, потому что это уже извращение. Так. Теперь. До абрикоса, до персика. До персика. Тоже самое. Абрикос, сливу, аручу, терн. На худой, конечно, можно еще и степную вишню. Есть отдельные приемы у меня. Удачно. И еще, может, степную вишню или даже писяную вишню. Вот. Теперь так. Черешню как подвой не рекомендую. Видите, тут как, конечно, подвое. Значит, черешню не рекомендую. Ну, вроде бы, все сказал. Арсен Спортакль говорит, благодарю за ответ. Есть еще вопросы. Пишу один. Если ваши вопросы касаются всех, отвечу на вебинаре. Зоя Юрьева. Кроме привойных, отошло несколько подвойных веток, как у Туринных Сибирок. Стоит их ответить. Ну, надо было вовремя это делать. Вот. Они же, знаете как, подвой, вон, сейчас, это отдельная тема. Сейчас постараюсь. Значит, жаль, что несколько веток подвойных. Ну, тогда вопрос, сколько лет подвоем. И насколько они мощные. Может быть, ее надо прививать уже в скелет. А может быть, отрезать боковые, а центральную подвойную, центральный проводник оставить, на него прививать. Но самое главное, вот это вот, я как патологоанатом утверждаю, что когда боковые ветки избавляетесь от них, допустим, подвой, они не нужны, боковые. Тогда их нельзя отрезать целиком. Нарушается, нарушается само тело, туда проникает мороз. В нем уже есть такие, очень много фотографий, тех самых, распилы, где, когда полностью выпиливаешь, тогда видно, что вот, через раны на подвойных ветках, которые целиком отрезаны, внутрь проникает мороз. Гробит деревья, даже подвойные, даже морозостойкие. Так.